Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем очередном вебинаре, на вебинаре Директ Академии. Прежде всего, я хотел бы поздравить присутствующих здесь дам с наступающим женским днем, 8 марта. Ну и, как всегда, я хотел бы, перед тем, как мы начнем наш вебинар, рассказать вам о тех полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая из этих ссылок ведет на нашу главную страницу, страницу расписания, и на ней вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, который предстоит до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на этом видеоканале вы сможете ознакомиться с записью в том числе и этого вебинара через некоторое время после его окончания. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы, и на ней предложение 10 курсов, которые вы можете пройти в Директ Академии онлайн-курсов. Если вы хотите учиться дистанционно, посмотрите, пожалуйста, на это предложение. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара. Я бы также хотел проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся у нас уже на следующей неделе. И вот они в конце чата. 12 числа, обращаю ваше внимание, 11 вебинара у нас не будет. 12 числа, в 12 часов по московскому времени, Евгений Кауфман из компании Belif, израильской компании Belif. Как увеличить активность аудитории с помощью стриминга. Будем говорить о стриминге на этом вебинаре. Вторая ссылка. 13 марта Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор, выступит с вебинаром «Цифровой контент для искусства. Концепт иллюстративно-образовательной платформы «Артпортал. Мировая художественная культура». Ну и наконец, 14 марта Юрий Майский, он у нас уже неоднократно был в Директ Академии, но на сей раз у него тема немножко другая. И называется она «Скрипты и выразительность преподавателя» или «Как не убить интерес к вебинару». Я предполагаю, что должен быть достаточно интересный вебинар. Записывайтесь к Юрию, это будет интересно. Ну что ж, у меня все. И я хотел бы предоставить слово Дмитрию для того, чтобы он провел. Дмитрий, прошу, на связь. Добрый день, коллеги. Еще раз добрый день. Подскажите, пожалуйста, слышно меня? Поставьте плюсик, если качество звука устраивает, потому что он же какие-то болеют перед началом вебинара с настройками проблемы. Спасибо. Да, я понял, что звук отличный. Хорошо, коллеги. Ну что ж, я тогда начнем. Ну, вебинар рассчитан примерно на один час экранного времени, контактного нашего с вами. И поддерживая Павла в его добром начинании поздравления нашей прекрасной славы половины человечества с наступающим праздником, присоединяюсь к его поздравлениям. И раз мы все-таки удаленно, да, вот такой небольшой удаленный букет подготовил для вас, всех вам благ, здоровья, счастья в семье, особенно, чтобы все было хорошо. Вот. Ну и дальше перейдем уже к содержанию нашего с вами вебинара. Я подготовил небольшой опросик, и один из них, правда, я не буду выпускать, потому что, судя по тем, кто участвует в вебинаре, у нас вебинар сегодня такой, как бы, дамский получается. Практически мы с Павлом вдвоем здесь представители альтернативного направления. Вот. Кто-то еще, я одну мужскую фамилию видел. Ну, то есть, вас подавляющее большинство. Значит, соответственно, просьба, ну, относиться к нам не так, может быть, критично, как в такой предпраздничный день. Все-таки нас мало сегодня, по крайней мере, здесь. Вот. И для все-таки опроса я маленький поведу. В самом начале. Так, как тут, вот. Запускаю. Ответь, пожалуйста, на один вопрос. Сейчас у нас тема объявлена как гемификация. Хотелось задать вам вопрос относительно того, как вы думаете, в каком, ну, по крайней мере, веке, да, появились, появились первые принципы гемификации. В России, да? Я уточняю. В 20-м, в 20-м, в 19-м. Ну, сейчас ваши ответы немножко похожи на случайную выборку такую, да? Такое относительно равномерное распространение. Ну что, больше голосов не будет? Ну, что ставим? Ну, поставили на 20-й век, да? Ну, мало бы, собственно, проголосовало. Я несколько удивлен. Потому что... Вот, да, спасибо за активность, за увлечение с помощью стриминга, фактически, да, как было анонсировано. Хорошо, спасибо большое за ваше голосование. Я сейчас на следующем слайде изложу свою версию. Остановим. Опрос. Изложу свою версию историческую этого события на следующих слайдах. Но вначале все же, когда прилимся в основных понятиях. Слово, наверное, уже, так, относительно несколько лет витающее в эфире, в вебинарах и, наверное, конференциях, да, много вы с ним сталкивались. Смысл и цель использования методов гемификации, игровых всяких разных методик или практик, или приемов. Повысить эффективность, в конечном счете, обучения, ну и развитие человеческого капитала, если говорить, стремных корпоративного обучения. За счет, за счет принципов и приемов, которые наработаны вот в играх. Есть такая известная штука, называется Преомида Маслоу, определяющая приоритеты потребностей в жизни человека. Так вот, гемификация или игрификация, как раз вот верхние уровни. Потребности к самовыражению, наверное, с этим никто спорить не будет, да, для многих, особенно подрастающего поколения. Дима, прошу прощения, чуть поменьше чувствительность микрофона, пожалуйста. А то хрипит. Секунду, сейчас сделаем. Прямо наверху можно. В центре, там, где микрофоны запрошены. Так нормально? Да, вроде нормально, да. Хорошо, коллеги. Это было подключение в прямом эфире Павла Калиникова. Спасибо, Павел. Итак, мы остановились на пирамиде потребностей Маслоу. Итак, цель повысить эффективность обучения и развития. И вот ряд уровней, на которых направлены эти приемы, про которые мы сегодня будем говорить. Первое из них, я уже обозначил, это потребности в самовыражении. Что важнее в самовыражении? Потребности в признании публичном. Всем известно, что игры популярностью пользуются сетевые, в большей части. Там, где можно выиграть, и это будет публично. И потребности в принадлежности и любви. Это некий социум. Это, условно, профсоюз тех, кто играет в одну и ту же игру. Вот на это нацелены те инструменты, про которые мы будем говорить. Но и в обучении похожие же принципы наблюдаются. Смотрите, потребность в самовыражении. Разве в процессе обучения отсутствует? Конечно, присутствует. В потребности в уважении и признании. Мы сами составляем рейтинги и прочие всякие штуки. Тоже наверняка. И потребности в принадлежности и любви, особенно со стороны преподавателей, к тому, что делают, как занимаются его ученики. Наверное, тоже можно сказать, что в значительной степени присутствует. И вот оказывается, что на уровне этих базовых принципов вещи, связанные с обучением и графикацией, и геймификацией, они совместимы. По крайней мере, вот в такой базе у нас появляется. И вот теперь мы с вами постараемся, я постараюсь объяснить, почему я задавал первый вам вопрос, относительно условно даты, когда геймификация появилась, и основные принципы появились у нас в России. Ну, я вот житель Петербурга, и вещая, сейчас моя говорящая глава находится именно здесь, в Петербурге. И у нас есть такой замечательный музей, как Консткамера, наверняка про него слышали. Де-факто, да и да Юра, это первый образовательно-просветительский проект в России, который был создан по инициативе Петра Первого, наверняка. Про это можно, по-моему, в учебниках истории прочитать, школьных. Но Петр, заботясь о том, чтобы музей пищало как можно больше людей, то есть этапы вовлечения в процессы обучения, велел выдавать каждому потребителю бесплатно по чатке водки и по цукерброду. Ну, цукерброд это не цукерберг, да, это не в смысле, да, сегодняшней информационной технологии, а тогдашний, условно, метод вовлечения цукерброд это хлеб с сахаром, ну, или бук с сахаром, примерно представляете, да, что это такое. То есть кому-то рюмк водки, а кому-то, кому-то вот такой хлеб с маслом и сахаром. И справа можете увидеть здание Кихиных палат, это первое здание, где замещалась коллекция консткамер, которая сейчас находится на стрелке Васильевского острова. Итак, с моей точки зрения, тезис, который бы хотел... Да, спасибо Марии Вячеславовне, что мы с вами в одном городе. Итак, вот на базе консткамеры, мне кажется, можно было проиллюстрировать о том, как в образовательный процесс были встроены инструменты, ну, тогда не информационные, тогда на уровне базовых, базового уровня Пиральбина Баслова, помните, там тоже бутербродик у меня был на слайде, но тем не менее были встроены базовые техники, связанные с вовлечением в процесс, в образовательный процесс. Вот такой исторический пример, с него мы, может быть, немножко полушуточный, но я все-таки у нас праздник на носу. И постарался начать. Ну и теперь перейдем уже непосредственно к самому содержанию нашего мероприятия. Оно будет разделено на две части. Сначала я покажу вам некое количество слайдов, и, ну, основные принципы пытаюсь проиллюстрировать на слайдах, а затем постараюсь показать это все на живых примерах, как это выглядит, ну, вот в пределах того же самого часа, про который мы с вами говорим. Итак, если полистать какую-нибудь литературу по гемификации, вы в ней найдете четыре базовых принципа, то есть, когда можно называть какие-либо процессы гемифицированными, вот эти признаки характеристические, они здесь на слайде приведены. Механика, социальное взаимодействие, динамика и эстетика. Ну, для каждого из них есть условное толкование. Механика – это использование сценарных элементов, да, ну, даже если вы игрушку, в квест какой-нибудь играете. Я, правда, очень давно не играл, почти что со студенческих времен, но, тем не менее, когда в детишки или взрослые детишки, взрослые люди и детские люди во что-то играют, то понятно, что есть какие-то правила, какой-то сценарий. Есть, условно, виртуальные награды. Помните, мы бросаем кубик, мы куда-то перемещаемся, и можем там по короткой какой-нибудь траектории пройти, если нам повезло, если вот мы получили такую виртуальную награду. Или там съели что-нибудь, какой-нибудь пирожок, условно, в ходе игры. Кстати говоря, вчера буквально прочитал новость на РБК о том, что у нас в Петербурге, вы знаете, что у нас сегодня марта, это такой условно теплый весенний месяц, у нас все завалено снегом, это как раз какие-то питерские программисты разработали игру, сценарий примерно там выглядит следующим образом. По заснеженному, не убранному городскими властями городу ходит главный персонаж, похожий на Александра Сергеевича Пушкина, и помогает, убегает от падающих, как у нас принято теперь говорить в Петербурге, сосуль, который падает ему на голову, уклоняется от них, помогает пожилым людям перейти через сугробы, ну и с лопатой, видимо, там как-то пытается разместить дороги, ведущие непосредственно в посткамеру. Вот тоже пример такого сценария. Итак, значит, механика. Второе, социальное взаимодействие. Мы уже упоминали о том, что это, если помните, вот раньше были такие игротеки, игровые комнаты, да и сейчас, наверное, они есть, куда можно, ребенок может прийти, там, какую-то компьютерную игрушку поиграть, да, но если он сидит дома, да, и что хорошо, то, что они там все вместе, да, они там болеют, или стадион, например, футбольный, наш, или ваш какой-нибудь фанат, болельщики, да, им важно, что они вместе. Вот такой пример такого социального или асоциального поведения. Но это все переносится на компьютерные технологии, тогда, когда мы с вами вместе занимаемся каким-то одним делом, ну, возможно, и соревновательным. Это динамика, это использование сценариев, которые требуют немедленного реагирования, вот в реальном времени, и постоянного внимания за тем, что происходит. Ну, и тезис тоже понятен. И это общая эстетика. Эстетика об общем мире, принадлежности этому миру, потому что это, ну, некая проекция того же самого сценария, да, в рамках которого мы существуем. Вот такие базовые принципы, из литературы известные, которые определяют основные принципы и подходы, на базе чего строятся все практики гимнификационные. И вот наша платформа, которую я представляю, платформа называется ELEONING 4G, это платформа для электронного обучения, которая во множестве организаций внедрена, это и вузы, и компании, ну, там, крупнейшие вузы, это Московский государственный строительный университет, Уральский федеральный университет, Российский государственный социальный университет, ну, и много других. Я в конце вебинара по ним подробно скажу. Кстати говоря, сейчас время, наверное, еще для одного вопроса, для вас. Это вот... Сейчас допустим, тоже будет полезно, от этого будет зависеть, насколько подробно мне рассказывать все-таки о платформе самой, чтобы вы имели представление. Коллеги, выношу вопрос на голосование, озвучу его, если никто не слышит. Слышали ли раньше вы что-нибудь о платформе гиперметода? Ну, вот, да. Большинство не слышало, да? Ну, вот, тогда, к вашему сведению, много крупных и разных других вузов используют наше решение в области электронного обучения, то есть не мудлым, единым мир в мире существует. Как я уже говорил, Уральский федеральный университет, это там 46, по-моему, тысяч пользователей, он там используется для нашей платформы для ежедневного обучения, то есть и для очного, то есть и для смешанного. РГСУ тоже порядка 50 тысяч студентов, это в основном дистанционщики, это Московский государственный строительный университет. Ну, вот мы работаем с центрами повышения квалификации, дополнительным образованием в том же Екатеринбурге институт развития и образования, в ряде московских учебных центров, ну, в частности, учебный центр для подготовки кадров для правительства Московской области, то есть государственных муниципальных служащих. Мы создаем программные обеспечения для обучения экипажей атомных подводных лодок, самолетов всяких разных, гражданских, военных, в общем, много где. Ну, а из корпоративного сектора, раз уж вы ничего не слышали, то это такие компании, как, например, Газпром, или Газпром нефть, если мы пока без заправки говорим, Майкор, Штада, наверняка, да, вот эпидемия гриппа прошла, кто-то из вас пользовался, если болели, не дай бог, таблетками всякими разными, вот, если им производить, такого типа, ну, и много где. Ну, давайте пойдем дальше все-таки, да. Спасибо, что ответили. Так вот, вот на этой платформе, про которую я сейчас немножечко рассказывал, пока вы голосовали, есть встроенные средства, встроенные инструменты, которые позволяют процесс обучения, не просто там разместить какой-то курс, или учебный материал, или какой-то тест, ну, и внедрить туда процессы, связанные с гейминфикацией, с обучением. Отчасти эти инструменты могут быть вам известны, если вы пользуетесь системами электронного обучения, какими-то другими, ну, например, бейджи, да, есть во многих системах, там, и рейтинги. А части не будут вам известны, потому что есть уникальные инструменты, про которые я сегодня расскажу и покажу живем, я надеюсь, в конце, вот, в второй части. Ну, это такие штуки, например, как батлы, да, модный термин, не так давно он в обиходе в массовом появился, батлы, дуэли, то есть тогда, когда не просто какое-то соревнование, вот именно с какими-то такими, возможно, тяжелыми последствиями для участников. Это техники, вот, связанные с большими изображениями, картинками, которые, вот, как раз, в области эстетики, да, вот этих принципов, формируют общее пространство. Вот все это, не все, но какие-то кусочки ключевые, наиболее интересные, с моей точки зрения, я вам покажу. Ну, пока движемся по слайдам, давайте дальше. Итак, ну, бейджи, тут, наверное, особо нечего показывать, наверняка вы все, все, все знаете, что такое бейджи, бейджи или награды, виртуальные награды, пряники, еще разные синонимы используются. Подскажите, пожалуйста, можно просто в чате даже, не в рамках опроса. Кто-нибудь не сталкивался в процессе обучения с вот такими штуками, как бейджи или виртуальные награды? Плюсик поставьте, если не сталкивались. Такой реверсивный ответ. Нет, в смысле... Да, спасибо за сосули. Ага, ну вот, хорошо, давайте тогда два слова все-таки скажу. Что это такое? Вот, когда происходит обучение, ну, например, там обычное или дистанционное, даже у нас с вами есть некий учебный результат, который измеряется, в первую очередь, в оценках или в зачетных единицах, там, как меры объема знаний. Он индивидуален. То есть, каждому студенту или учащемуся, или обучаемому за рубежный, там, или итоговый контроль, да, вы получаете, каждый учащий получает некий оценочный балл, там, двойки, пьерки, тройки, там, или какой-то другой системе в шкале, или он набирает те или иные зачетные единицы. Это оценка его индивидуальных знаний и объема знаний, которые он получил в рамках того или иного процесса обучения. Но, мы же с вами знаем, что всегда оценка, она контекстна. Даже ЕГЭ нормируется по итогам сдачи всех, да, так, чтобы не получилось, что у кого-то там больше, чем 100 баллов, в том случае, если вы там неправильный шкал сформировали. И альтернативой, ну, или неким дополнением к обычному оцениванию служат такие вот виртуальные наградки. Ну, например, они ближе к рейтингам, условно, если можно так сказать, по семантике. Например, награда, которая говорит о том, что я среди первых пяти, кто сдал на хорошую оценку. То есть, топ-5, например, да, ну, мы смотрим какие-то рейтинги по телевизору, нам говорят, топ-5 или топ-10. Вот, как бы, такие могут быть правила. А могут быть правила совершенно субъективные, то есть, не формализованные даже. Я, как преподаватель, какому-то из студентов могу выдавать лично вот эту виртуальную награду по своим совершенно субъективным соображениям. Могут быть правила, сформулированные по-другому, например. Там, я получаю награду за самое быстрое прохождение учебного курса. Ну, за самое быстрое и успешное прохождение учебного курса. Вот эти правила вы формируетесь самостоятельно. Вы, как методист, вы как преподаватель, автор, ведущий того или иного электронно-учебного курса. Для чего, да, эти наградки, они могут быть постоянные, а могут быть временные. Они всегда могут сравниваться с другими. Для чего? Для того, чтобы помимо формального результата, этот результат мог быть публичным. Его можно было бы сравнивать, потому что, ну, как сравнить, лучше по физике или по химии, студенты. кто-то зовет физику не сравнимо немножечко. Вот эти награды, они более универсальный характер носит и позволяют нам сравнивать одних и других даже несмотря на предметный контекст, да, разница предметных в контексте, которые находятся. Поэтому эти бейджи, они или наградки вот эти виртуальные, они в конечном счете попадают на условно или могут попадать на доску почета, но мы про это чуть-чуть попозже я расскажу. Я уже на самом деле озвучил вот тезис, который я хотел сказать о том, что в рамках системы, вот в нашей системе, системы назывателями сервер 4G система, ну, это ЛМС такая большая, большущая, эти правила формирования этих бейджей могут быть настраиваться. вот на тех принципах которые я чуть ранее озвучил. То есть вы можете составлять правила, правила, по которым выдаются бейджи. Они могут выдаваться вручную, могут и выдаваться автоматически. Вот, например, вы попали в топ-5 в этом месяце, да, и, соответственно, получаете бейдж. В следующем месяце не попали в топ-5 лучших слушателей, у вас уже не будет, такого бейджа, к примеру. На основе вот этих данных можно получить сводный рейтинг. Сводный рейтинг не только по оценкам, но и по вот этим наградам дополнительные, некая дополнительная такая методика, которая позволяет оценить не только формальные знания, но и какие-то другие, учесть какие-то другие аспекты. Это применяется и в учебных заведениях, это применяется и широко достаточно в компании. Почему? Потому что не все можно померить производительность труда, некий вклад сотрудника, его соотнесение с корпоративными ценностями часто имеет тоже значение большое для управления персоналом в компаниях. и поэтому вот такие сложные рейтинги могут быть построены и на их основании уже приниматься решение о том, какие выводы мы из этого с вами делаем, мы как управленцы или как преподаватели. Но если мы говорим про корпоративное обучение, то там как правило связано все-таки с материальной или нематериальной мотивацией. Ну, грубо говоря, если я активно себя проявлял в этой всей активности, в которых я участвовал в тех же забегая вперед баттлах, дуэлях или прохождении тестов, я там набираю соответствующее количество наград. Все это условно в конце года и, к примеру, таких компаний может конвертироваться в, ну, например, материальную мотивацию премии могут давать за то, что я лучший по специальности. Ну, в советское время помните же тоже, да, были доски почета, на которых вешали ну, вешали в кавычках, конечно, лучших сотрудников и, возможно, им их как-то премьировали в конце года ценными подарками или денежными премиями. Вот, некий аналог таких наград, только они, поскольку они в электронном мире существуют, они виртуальные, могут быть реализованы и при подходе в обычном обучении, в том числе в узыском. и здесь то, о чем мы говорили, возможность самовыражения, самореализации, признания общественного моих результатов как раз выражается в том, что происходит такая некая конверсия между моей активностью внутри и неким результатом, нацеленном вовне. Мы, как учащиеся, понимаем с вами о том, что чем более мы активны, чем больше мы принимаем вовлечены в процесс обучения и с точки зрения конечного результата учебного и с точки зрения вот этой второй условно метрики по оцениванию деятельности в процессе обучения меня как студентам, тем больше это связано с теми потребностями, которые мы определяли на одном из первых слайдов. Я не вижу пирамиды Маслова, помните, тогда потребности признаний, потребности любви. Вот об этом. Вот такая штука. Естественно, все это может переноситься в электронное портфолио. Здесь вы можете видеть маленький примерчик электронного портфолио. Те награды студент, который считает нужным, у нас тоже есть такой модуль портфолио достаточно мощный. те награды, которые считает студент важным зафиксировать в том или ином портфолио, в своем портфолио, а затем и вынести в то или иное резюме, вот они могут быть зафиксированы в помещении человек, которые набрали большее количество виртуальных наград или бейджей и сравнение их со мной. Я там условно в такой розовой рамочке справа. Сколько мне еще необходимо было бы набрать где-либо этих виртуальных наград для того, чтобы получить общественное признание. Вот такая схема условно потенциал для индивидуального плана развития или индивидуальной траектории, которую я могу выбирать сам, как именно, каким способом получить эти бейджи. Но я понимаю, что вот это для меня моя цель, куда в конечном счете я хочу попасть. Двинемся дальше. Следующий инструмент который я хотел я его покажу. Если быть же мы смотрите не будем это достаточно такой простой и слайдов понятный. То вот следующий инструмент который называется условно батлы или дуэли я его и покажу по окончании презентации. Мы к этому вернемся. Смысл его заключается в том, что если человек проходит тестирование обычное электронное все же наверное да то он там проходит или не проходит набирает какой-то процент баллов получает какую-то оценку по итогам теста. Тестирование проводит автомат компьютер. Он выбирает каким-то образом случайные или не очень случайные вопросы там разные сложности часто и условно распределение этих вопросов для разных слушателей которые проходят обучение оно примерно одинаково в среднем по больнице. То есть никак не учитывает контекст. Но часто наиболее сложный для меня вопрос мне может задать человек или студент такой же как и я который прослушал ту же самую лекцию и он знает какие и догадывается какие пробелы в знаниях у меня могут быть. И вот это основа для дуэли. Потому что вопросы в данном случае будут задавать не компьютер. Вопросы будет задавать мне такой же мой студент или если мы говорим про компанию такие же сотрудники компании как и я которые знают слабые места. Условно дуэли это проверка на прочность. В кавычках конечно проверка на прочность. так на самом деле было и в те времена Александра Сергеевича Пушкина и возможно так и происходит сейчас в этой компьютерной игре про которую я говорил в самом начале где Александр Сергеевич помогает нашей городской администрации играть снег правда виртуальный снег с наших заснеженных улиц города на Неве но это как раз проверка на прочность опять же попытаюсь показать это живьем как раз возьму смартфон и у меня уже там загружено приложение и вот часть вы видите здесь на экране как мы будем стрелять друг в друга используя как раз компоненты мобильного обучения еще важно я бы ваше внимание обратил на то что все это не для того чтобы поиграться или постреляться все это для того чтобы получить некий и проанализировать некий результат и сделать некие выводы для меня самого консер доски подсчета не просто доска подсчета но если я использую этот электронный инструмент я знаю что мне каким параметрам мне нужно соответствовать для того чтобы получить общественное признание вот такая аналитика на фронт-энде для меня лично но есть и такой бэк-офис условно этого процесса тогда я как методист или как организатор учебного процесса наблюдаю за тем что происходит и наблюдаю не только с точки формального учебного результата сколько там в группе прошло какие тесты были сданы но и с точки активности моя же задача главное сделать так чтобы людям было интересно и они постоянно проходили заходили и проходили обучение а не то как вузе вы пришли на первую лекцию установочную услышали а потом пришли только уже в конце на сдачу экзамена это же неправильная установка вот для того чтобы этот процесс сделать гораздо более плавным легким и главное что самое результативным потому что у вас не только условно остаточное знание если такой метр выводить но и так чтобы это было привито в части обучения для каждого студента а не нахрапом так сдан условно экзамен для этого мы должны постоянно наблюдать и мотивировать их на то чтобы они слушатели обучаемые постоянно работали системой вот не буду подробностей приводить но как раз примеры аналитической информации легальные и обобщенные по поводу того как проходит обучение как меряется различного рода активности в первую очередь то о чем мы с вами говорим активности по виртуальным наградам бейджем проведенным дуэлем все это вместе то есть есть такая сторона подводная часть айсберга которая занимается анализом и управлением всеми этими вещами ну и тут еще тоже важно чтобы это было привязано к неким целям в том числе корпоративным ценностям например в организации чтобы это проецировалось оттуда на конкретные инструменты мероприятия которые вы проводите вот таким образом мы да я еще не скажу про коммуникацию но это самое простое тут как бы не особо даже можно и говорить тогда когда вы можете взаимодействовать вы фейс-то фейс видите людей с которыми вы проходите обучение и имеете возможность с ними пообщаться в чатах или в видеочатах как вы сейчас видите на экране или как мы сейчас с вами да комиссеры и несколько примеров сейчас попытаюсь показать наверное даже это будет видно лучше на жильем несколько примеров начнем мы с эстетики условно с общего пространства сейчас на слайде вы видите пример учебного курса для компании северсталь который мы делали в свое время там первый курс был когда дистанционный когда мы вот этот принцип основной стали использовать это курс был приглашен для руководителей подразделений к которым пришел новый сотрудник и нужно провести процедуру адаптации ну такой процесс входения в должность это похоже немножечко на такую игру помните в детстве мы все бросали кубик и передвигали фишечки по столу попадая в разные ситуации могли вперед пробежаться если повезет или наоборот упасть вниз примерно такая идея основная была заложена но я сейчас стараюсь это на экране показать вживую подскажите когда вы увидите на экране да я просто здесь микропорта так устроен что я не вижу видите ли вы то что я вижу поставьте плюсик если вы увидите мой экран спасибо большое итак сейчас передвинем поудобнее итак парочку примеров из области эстетики то что было на слайде но других просто не так давно у нас проходили относительно выборы и мы к этим выборам для центра зверкома заказали нам мы сделали такой учебный курс по избирательному праву молодого избирателя выполнен в виде большой карты России и элементы того что я должен знать компоненты дидактические единички вот они здесь присутствуют я всегда в рамках этой карты нахожусь могу посмотреть все целиком на нашу страну Россию могу выбрать какой-то там элемент внутри этих элементов естественно есть какая-то информационные материалы где-то там есть например тесты да это более-менее все наверное понятно может быть не очень убедительное впечатление эстетики пример то же самое можно было бы сделать на слайдах но вот второй пример я думаю будет более убедителен смотрите тогда это пример такой из условной промышленности тогда когда есть в данном случае это тепловая станция паровой котел да который там что-то делает производит тепло и вот для нас с вами важно что мы не просто рассказываем про тепло как управлять этим котлом да вот как здесь что такое температура что такое давление например но и мы находимся в неком постоянном контексте вот этого устройства мы можем взять ту или иную часть этого устройства и посмотреть как там управлять водяным паром например да или что-то такое сделать или снова посмотреть на весь наш агрегат и выполнить те или иные действия в рамках этого учебного курса ну например здесь мы должны сделать дракон-дроп то есть мы с вами находимся как раз на том игровом поле про которое я говорил помните когда я объяснял основной принцип что мы кубик бросаем ну кубик мы здесь не бросаем но фишки набираем вот эти вот фишки которые определяют как раз помимо баллов определяют насколько быстро мы прошли или насколько быстрее чем остальные мы прошли этот учебный курс успешно прошли вот вот такой небольшой пример про принципы эстетики и гимнификации в части рейтингов здесь вот вы можете на этом примерчике увидеть примерчике этого маленького блока или там учебного курса вот и перейдем тогда к время уже так не поджимает но двигается в нужном направлении и последний второй пример покажу вам это то что связано с то что связано с батлами или дуэлями про которые мы с вами говорили для этого сейчас я телефон включу вот чтобы вы не поверили вот у меня есть мой смартфончик он под андроидом то что самое подается можно было поближе здесь загружен портал это приложение специальное портал электронного обучения наш серию сейчас его открою я уже под другой учетной записью только лишь только лишь на компьютере надеюсь тоже видно все у вас что здесь мы с вами видим это LMA система я ее показывать не буду только про маленький блок генификации здесь есть обучение учебные курсы но все что полагается и в том числе есть естественно дуэли вот мы находимся с вами сейчас в блоке который как раз связан с дуэлями дуэли это всегда пара как в те старые добрые времена люди стреляются или сражаются выбирая оружие так и здесь я могу указать с тем я хочу взаимодействовать то есть с кем я хочу подстреляться условно ну вот либо таким поиском либо выбрав ну например по категории какой-либо сотрудников либо по региону ну если это был бы вуз мы могли бы выбрать по специальности по направлению или в учебной группе или если это филиалы в каком-то филиале например не принципиально важно или там просто найти по фамилии но мы найдем сейчас кого-нибудь кто в онлайне есть по идее должен быть я в онлайне так да вот три человека которые находятся в онлайне в текущий момент времени на портале и я могу вызвать любого из них на дуэль при этом что будет происходить сейчас давайте попробуем я правда не знаю кто я тут ну я со своего смартфона вызвал на дуэль администратора то есть меня который здесь вот видите появилось меня вызвали на дуэль я тут нажал кнопочку на смартфоне вызвать на дуэль и я готов принять этот вызов в данный момент текущий счет кто в кого стреляет по условию игры 4 вопроса для каждого игрока кто-то мне задаст 4 вопроса и соответственно тоже 4 выстрела сделает и я соответственно тоже смогу задать смогу задать смогу задать эти вопросы смысл в чем есть естественно предопределенная база тестовых вопросов но оценивать будет оценивать будет трудно на двух компьютерах работать еще раз попробуем заценивать оценивать это вы можете с Да, потому что долго я ждал, ну заснул сессия, я на смартфоне выбираю вопрос, ну там не принципиально, из базы тестовых вопросов и такой, который считаю наиболее трудным для моего оппонента и здесь я должен уже во второй роли на этот вопрос ответить, ну в данном случае это мог быть там одиночный выбор или вот как в данном случае какой-то там drag and drop, а я ответил на этот вопрос и соответственно теперь я сам выбираю вопрос встречный для моего оппонента, даже кнопочка называется огонь и соответственно вопрос появляется у оппонента, к сожалению мне вам не очень показать, мелковатый будет, это множественный выбор, я отвечаю на втором компьютере, на смартфоне и выбираю вопрос для, ну как бы, сам с собой играю, но тем не менее, да, значит вот таким вот образом, по четыре вопроса мы дадим до конца, посмотрим какой будет счет дуэля, снова стреляю, сложный вопрос, предметный, поэтому наверняка отсчет будет 0-0, какой-то если там чудо не придает, да, пока что 0-0, да, счет, последний огонь так покажу до конца двери у нас осталось две минуты в том случае, если равный счет, например, как в нашем случае, да, система будет учитывать кто быстрее ответил на вопросы завалили вопросами а, видимо я не поставил галочку, там не количество вопросов, а по времени ответ наверное принцип основной вы поняли, да, в конечном счете мне скажут, ну мне и моему оппоненту, кто из нас выиграл и тому, кто выиграл, добавится добавится в фишки, добавится бейдж в его в систему, да, ценностную, про которую мы с вами говорили соответственно, таким способом я могу нарабатывать себе бейджи, выигрывая у других и попадая на ту доску подсчета, про которую мы с вами говорили а если я там буду находиться более не постоянно, если бы это была компания в конце года меня материально поощрят а если это студенческая какая-то среда, в которой мы взаимодействуем и обучаемся то тогда это общественное признание и возможно почетная грамота от декана ну или какие-то другие поощрения, так бывает, знаете, что на экзаменах, да, там, какие-то поблажки делают ну, в общем, там, той системы мотивации, которая принята в вашем учебном заведении вот такие принципы я хотел немножечко вам продемонстрировать вот вживую два из них и коллеги, наверное, если есть ну, на сим, да, я уже подошел к концу сейчас остановим трансляцию подойдем к концу как я уже говорил, компания наша достаточно давно существует на рынке около миллиона человек используют те решения в области электронного обучения, которые мы разрабатываем внедряем часть из организаций я уже обозначил, но здесь можете видеть какие-то другие организации их много, слайд слишком маленький, чтобы всех сюда поместить около миллиона человек работает с нашим программным обучением в России и за рубежом ну и еще раз в конце поздравляю с наступающим вас праздником и готов ответить на вопросы тут уже наш сайт и наш телефон можете, если что есть, позвонить себе и написать через сайт и готов ответить на вопросы, если они у вас таковые имеются ну, как я понял, вопросов не возникло ну, в любом случае, если они возникнут то вы можете есть ли примеры работы в школе да, спасибо Надежда Викторовна за вопрос мы со школами нынче работаем очень мало раньше мы много делали для школ вот такие как бы электронные кампусы делали, например, в Казахстане для школы Нурсултана Азарбаева здесь у нас в России делали ну, у нас были такие проекты пенсионное министерство обороны там, где учатся для девочек где учатся с проживанием, да, детишки вот но, в последнее время как-то это направление мы в нем не очень участвуем в силу многих причин у нас не самые дешевые решения а для школы, наверное, это такой существенный момент в школах мы не работаем практически вот но, все это применимо конечно, может быть даже в большей степени потому что пенсионарность там, условно 5-8 классиков она гораздо выше чем пенсионарность людей проходящих переподготовку в центрах повышения квалификации это однозначно да наши продукты они не бесплатные не бесплатные они стоят денег в отличие от других, которые вы можете найти бесплатные вот, но они это такие серьезные промышленные решения насколько дорого ну, я сейчас это у нас бесплатный вебинар, да было бы не очень корректно если бы прям тут цены напишите мне по электронной почте я вот сейчас в чате напишу свой электронный адрес если вас интересует конкретно я отвечу на на электронную почту вот в чате мой электронный адрес спасибо тогда всем присутствующим особенно вот как бы представителям да, второй прекрасной половины человечества еще раз поздравляю с наступающим праздником всех всего вам хорошего доброго, светлого и хорошей весны и без всяких сосультов чтобы погода и близкие вас радовали всего доброго давайте поблагодарим Дмитрия за замечательный вебинар вас я всех тоже благодарю за то что пришли сегодня в предпраздничный день поучаствовали я присоединяюсь к поздравлениям Дмитрия еще раз хочу поздравить всех присутствующих здесь женщин с наступающим женским днем до свидания до новых встреч после праздника 12 числа до новых встреч до новых встреч до новых встреч и